Дорогие друзья, братья и сестры, давайте вспомним, о чем мы говорили в прошлой теме самых важных знаний. Мы с вами исследовали истину о таком грехе, как хула на Дух Божий. Это очень важная истина, потому что этот грех не простится человеку. Мы уже с вами отмечали, что любой грех находится в рамках нарушения закона Божия. В том числе и непростительный грех, как хула на Святой Дух. Он тоже находится в рамках нарушения закона Божия. Непростительным грехом в свете Библии является грех уст человека. Речь человека является самым правдивым свидетельством самого человека о себе самом. Это самое правдивое свидетельство. Вы своими устами, своими речами говорите, кто вы есть на самом деле. Непростительным грехом согрешают те, кто не соблюдает закон Божий. По примеру Христа, но при этом они обвиняют детей Божьих, которые следуют по стопам Христа в соблюдении закона. Они обвиняют их в том, что вся их жизнь, жизнь детей Божьих, это деяние дьявола. То есть сознание обвинителей, черное это белое, белое это черное, Бог это дьявол, а дьявол это Бог. И вот это переворачивание все с ног на голову, вот это и есть главные глубины сатанинские, которыми он сегодня многих людей очаровал и обольстил. Люди будут убивать детей Божьих и думать, что тем самым служат Богу. До чего доведет он верующих людей. Но правда верующие сами виноваты будут, потому что есть совершенный образец и пример это Иисус. Глядя на него можно понять, как правильно жить, как правильно служить Господу. Сегодня мы с вами рассмотрим тему, которая может показаться очень простой и даже понятной. Я даже думаю, что наверное многие из вас думают, ну что еще непонятное? Каждый из нас когда-то заключал завет с Господом через водное крещение. Это было для кого-то не так давно, для кого-то очень давно, может свыше 20 лет и больше. Что тут непонятного, когда речь заходит о крещении? Мы будем с вами вникать в библейскую истину о крещении. А что вообще несет себе это служение? Вот какой духовный смысл заложен в крещении? Какой опыт должен пережить верующий человек, принимающий крещение? Какое крещение в свете истины, открытой нам Богом через Иисуса Христа, является верным, библейским? А какое крещение не является библейским, хотя может быть его придерживаются и миллионы христиан, и миллиарды, и делают большинство так? Надо посмотреть в свете Священного Писания, что же несет в себе крещение и какое крещение библейское истинное. Слово «крестить» это дословно баптиза, означает «погружать» или «окунать». Погрузить или «окунать». В древних рукописях это слово употребляется в связи с описанием процесса окрашивания ткани. То есть вот древние рукописи показывают, где это слово применяли раньше, какой смысл оно в себе несет это слово. Вы погружаете или баптиза ткань в краску для того, чтобы ткань взяла в себя цвет той краски, в которую ее погрузили. Понятен процесс, да? Вы погрузили ткань, и она окрасилась, потому что вы ее погрузили в краску. Еще одним наглядным примером является погружение предмета или же баптиза в расплавленный металл. Этот способ покрытия заключается в том, что изделие или деталь погружается в ванну с расплавленным металлом. И что происходит в этот момент? Благодаря такому свойству металла, как соединяться с другим металлом, это изделие покрывается снаружи тем металлом, в который вы его погрузили. И в результате начинает это изделие на себе нести свойства какого металла? В который его погрузили. То есть снаружи оно становится такими же свойствами, обладающими такими же свойствами, как и тот металл, в который вы его погрузили. То есть вот такой принцип тоже баптиза. Вы погрузили изделие в металл расплавленный. То есть что мы делаем, какой вывод? Для чего производится это погружение? Для чего вообще это слово использовалось раньше? Это погружение используется для того, чтобы предмет, который вы погрузили в краску то ли, то ли в металл, он потом всю последующую свою жизнь, все последующее свое существование несет на себе свидетельство этого погружения. Понимаете, да? То есть вы смотрите на цвет ткани и вы понимаете, что когда-то эта ткань была погружена в соответствующую краску. Вы берете в руки изделие покрытое, допустим, оцинкованное изделие, и вы знаете, что когда-то это изделие что сделали? Погрузили в расплавленный металл, расплавленный цинк, допустим. Вот понимая на вышеупомянутых примерах значение слова баптиза, переведенное у нас как крещение, мы теперь способны перейти в духовную плоскость понимания этого слова. Какая же духовная плоскость? То есть какие духовные выводы мы можем сделать вот из этого слова? Погрузить. Читаем в Священном Писании. Все вы во Христа крестившиеся. К большому сожалению, из-за того, что в русской Библии у нас обозначено это как крещение, а не погружение, то может не такая ассоциация быть, какая должна быть, когда писали апостолы слово погружать. Посмотрите, что получается. Все вы во Христа погружены. Вас окунули во Христа. Вы во Христа облеклись. Это означает слово одеваться, одевать кого-либо, во что-либо, надевать на кого-либо, что-либо, одеваться на себя, проникать, входить, брать на себя. То есть что получается? Что нас во Христа что сделали? Погрузили, и теперь, вот как металл, который погружают в раскаленный металл или изделие в металл, что происходит? Оно одевается, облачается в тот металл, в который вы погрузили. Предмет пропитывается краской, в которую вы погрузили. И вот именно этот смысл вкладывают апостолы, когда говорят о крещении. Апостол Павел говорит, вы во Христа погрузились, и теперь вы во Христа что сделали? Облеклись. Вы во Христа облеклись. Посему, как вы приняли, вот второй текст, это из Колоссяна 2 глава 107 стих, как вы приняли, то есть получили по наследству, это слово означает приняли на себя, брать себе в союзники, привлекли, пригласили, вот, принимать кого-либо в число близких друзей, что означает слово приняли, понимаете? Как вы приняли Христа и Иисуса Господа, то есть что мы сделали со Христом? Давайте этот текст рассмотрим. Мы приняли его на себя, мы взяли его в союзники, мы пригласили его, мы сделали его своим другом. Вот что значит принять Христа, понимаете? Вот как вы приняли Христа и Иисуса Господа, так и ходите, а ходить это пребывайте, живите, поступайте так вот в нем, как он жил. То есть несите на себе знак того, что вы обличены или погружены были в кого? В Христа. Погружены были в Христа. Будучи укоренены, то есть укреплены, утверждены, а слово утверждено означает воздвигать, возводить, строить, надстраивать, назидаться. То есть вы в нем теперь что делаете? Назидаетесь, строите свой характер в нем, во Христе, обличенные во Христа. И укреплены в вере, как вы научены, преуспевая с ней с благодарением. Голоссяна 2 глава, 6-7 стих. Соединяя информацию из этих двух стихов воедино, мы получаем красивую истину. Верующий человек, погруженный во Христа, он облекается во Христа, то есть он берет Христа себе в союзники. Христос становится для него дороже всех. Почему Христос сказал, если кто-то любит кого-то более, нежели меня, он не достоин меня. То есть он берет Христа себе в союзники, он становится для него дороже всех, дороже даже самой его жизни. Он говорит, если ты возлюбишь жизнь свою больше, нежели меня, ты также не достоин меня. Дороже всего. То есть вот Христос, жизнь человека сегодня. Как Павел говорит, для меня жизнь Христос. Если смерть, это тоже приобретение, потому что я во Христе. Ибо на Христе Он верой построил свое упование, Он укрепляет свою жизнь теперь в нем. До встречи с Христом каждый из нас, все живущие на земле, были в глазах Бога духовно мертвыми. Священное Писание говорит, что мы все были духовно мертвыми. Но познакомившись с Христом, как со своим спасителем, данным нам от Бога, единственным путем к святой жизни, путем к вечности, что происходит с мертвым грешником? По замыслу Божьему мертвый грешник во Христе воскресает, он оживает для новой жизни. То есть духовно мертвый человек становится духовно живым, он воскресает во Христе. Апостол Павел об этом написал так, Ефесянам 2 глава, с 1 по 5 стих. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, о сатане говорит, духа, действующего ныне еще в сынах противления. То есть сатана действует тех, кто противится Богу. Это их дух сегодня. Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания похоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. То есть окунание во Христа, обличение во Христа, это процесс оживотворения. Человек из духовно мертвого должен стать каким? Живым. Во Христе Иисусе. В подражании Ему и в том, чтобы отразить на себе его характер и в себе. Эфесянам 2 глава, с 1 по 5 стих. Апостол Павел, говоря об опыте обращения верующего человека и новой жизни во Христе, использует такое понятие, как духовно мертвые люди оживотворены. То есть они воскрешены во Христе Иисусе. Понятно, что точно так же, как те люди, которых Христос воскресил, без Христа не могли быть воскрешенными. Дочь Иаира, Лазарь, сын вдовы Изнаина. Это Он сделал. Это Он сделал. Вот точно так же мы без Него не можем из духовно мертвых стать оживотворенными. Это все делает Христос. Для того Господь Его и послал Бог, чтобы мы оживотворились во Христе. Без нашего Спасителя Господа это преобразование было просто невозможно. Именно благодаря Христу с нами происходит чудо духовного рождения. Точно так, как благодаря словам Христа, Лазарь, выйди вон, что произошло? Мертвый воскрес и вышел из могилы. Апостол Павел под вдохновением Божьим проводит параллели между Христом и нами. Он проводит параллели между его физической смертью и воскресением Христа, и нашей смертью ветхого человека, и воскресением нового духовного человека во Христе. И он, Павел, соединяет вот эти понятия смерть Христа и воскресение, наша смерть для греховной жизни и воскресение, он соединяет это с таким понятием, как крещение. То есть в крещении выражаются как раз вот эти понятия. Умереть для старой жизни, что сделать? Воскреснуть, как новое творение для новой жизни. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся или же погруженные, кого окунули во Христа и Иисуса, в смерть Его крестились, то есть в смерть погрузились. Итак, мы погреблись, или же слово хоронить, это означает с Ним, крещением или погружением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, и смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, живет для Бога. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Римлянам 6 глава со 2 по 11. Вам понятно, о чем Павел говорит? Вы погреблись в смерть. Христос умер фактически? Вы в это верите? Если я погружаюсь также в смерть, то я должен на себе нести знак того, что я в смерть погрузился. То есть, как Христос умер, и Он уже лежал в могиле, Он не был жив, то умереть для греха, это значит, верующий должен что осознать? Что Он для греха какой? Он умер, Его нету. Все, Он погрузился в эту смерть. Он поверил в смерть Христа, что Он физически умер, и теперь Он также, подобно Христу, умирает, но для чего? Для греха. Вы верите в воскресение Христа? Да, и Он живет ныне. Для кого живет? Для Бога живет. Что мы теперь говорим? Вместе со Христом мы погружаемся во Христе, переживаем и опыт смерти и воскресения. Смерти для греха, и воскресение для какой жизни? Для новой. Для кого мы теперь живем? Для Бога во Христе Иисусе. Вам понятно? Вот наглядность, простая иллюстрация, которую приводит апостол Павел. Итак, апостол Павел, говоря об опыте верующего человека, возрождении к новой жизни, использует наглядность служения крещения. Или же погружения. Физически, конечно же, человек погружается в воду, как вы понимаете, и восстает из воды. Но Павел говорит, мы не должны рассматривать крещение с позиции плотской нечистоты омытия. Это уже Петр говорит, да? Нет. Как это рассматривается? Это духовное значение выражено физическим актом. Иными словами, на самом деле, верующий, идущий в воду, погружающийся в воду, во что погружается? В кого погружается? Он во Христа. А вода – это просто знак. Мы же не можем физически погрузиться в Христа. Да? Это знак. Это признание того, что я погрузился в смерть Христа. Вот я в воду. Меня погрузили в воду. И это знак того, что я восстал из мертвых, восстал из этой воды. Я во Христе воскрес для новой жизни. Вот она наглядность. И теперь, как вы понимаете, человек, которого погрузили в воду, не мокрую одежду на себе должен носить, знак того, что он когда-то был в воду погружен. А так как это духовное значение, что он должен носить на себе? Какие знаки теперь? Металл погружается в металл и носит на себе что? Знаки того металла, в который погрузили. Краска. То есть ткань, которая погружена в краску, несет на себе цвет этой краски. Человек, погруженный хоть и в воду, но духовно он в кого погрузился? В Христа, восставая из воды, он должен на себе что нести? Отпечаток чего? Отпечаток характера Христова. То есть вот что мы должны на себе нести, никак не знак мокрой одежды. А мы уже отмечали с вами, что погруженный в краску ткань несет всю последующую свою жизнь на себе цвет той краски, в которую погрузили, и погруженный в расплавленный металл предмет обретал качество того металла, в который он был погружен, и являл он это все своей последующей жизнью. Погруженный во Христа человек должен нести на себе следы того, что он был с Иисусом и находится с Иисусом, и отражает на себе его образ. Вы письмо Христово, говорит Священное Писание. Но что конкретно? Погружаемый во Христа человек должен отныне нести на себе от Христа. Что конкретно? Какие конкретные, допустим, оцинкованный предмет, он несет сверху на себе качество цинка. Погруженный во Христа, что он должен на себе конкретно нести? какие вот составляющие, что говорит нам Библия по этому поводу. Апостол Павел говорит, что верующий на себе должен отразить две составляющие жизни Христа. Всего две, это не так много. Первое, он говорит, смерть для греха, потому что Христос что сделал? Умер, и мы это отражаем в чем? В том, что человека погружаем в воду. И вторая составляющая это что? Воскресение, восстание из воды и воскресшая новая жизнь. Вы поняли, какие две составляющие должен нести на себе христианин? И вы понимаете, что без смерти невозможно что? И воскресение, без оставления греха невозможно новая жизнь во Христе в том, чтобы жить для Бога теперь. Две составляющие, все, больше от человека и не требуется. Не хочу оставить вас, ну, я сейчас хочу вам проиллюстрировать, что такое погрузиться в человека, и как это вот на себе это отражается, на человеке отражается погружение в другую личность. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, это библейская иллюстрация, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились, или же были погружены в кого? В Моисея. Все были погружены в Моисея, и в облаке, и в море. 1 Коринфянам 10 глава 1-2 стих. Что делает апостол Павел? Он описывает исход евреев из Египта, и говорит о том, что все они были погружены в Моисея при прохождении Черного моря и следовании за облаком. Кем был Моисей для них? Зримым вождем. Они его видели? Видели. Он где шел? Впереди. Они что делали? Они шли за ним. Моисей, зримый вождь Израиля, идущий впереди народа Божия. Он прошел через море? Они прошли через море. Он следует за облаком? Они следуют за облаком. То есть они погрузились в Моисея, в его веру, в его водительство. Понимаете, о чем идет речь? В его водительство. Он стал для них путеводной звездой. Это погрузиться в Моисея. Да, конечно, они порой проявляли непослушание, восставали против Моисея. Но всегда для кого это печально заканчивалось? Для них. Вот для тех, кто восставал, для них это всегда печально заканчивалось. Скажите, а кто сегодня отрекается от Христа? Вот Иуда отрекся от Христа. Для кого печально это заканчивается, если отказаться, следовать за своим путеводителем? Для кого? Для Христа? Нет. Для того, кто отказывается. Народ израильский отвергал сколько раз святого Израилева. Кому печально это все было, заканчивалось? То есть мы понимаем, что для них это печально все заканчивалось. Они пали в пустыне, они вошли в землю обетованную. Но кто был послушен? Халев, Иисус Навин. Какие они извлекли из этого пользу, вот из того, что они следовали за Моисеем? Они вошли в землю обетованную. Итак, что у нас получается? Креститься в Моисея, то есть погрузиться в Моисея, это своего рода облечься в Моисея. Вот как металл облекается, предмет погруженный в раскаленный металл. Или же ткань берет на себя цвет краски, в которую погрузили. Это нести Моисея на себе и в себе. То есть иными словами, так как речь идет о духовных вещах, то понятно, что речь идет о доверии Моисею. О доверии Моисею. О следовании за Моисеем. Отражение веры и характера Моисея на себе. И в этом нет ничего предрассудительного. Скажете, как это так? Почему они должны были на себе отражать характер Моисея, а не характер Господа? Но что делал Господь через Моисея? Кого он открывал через Моисея Бог? Он же открывал самого себя, вы понимаете? Моисей был зримым каналом, через который Бог открывал им себя. И разве Священное Писание говорит, есть ли что-то предрассудительного в том, чтобы подражать тому человеку, который подражает Богу, подражает Христу? Есть что-то в этом предрассудительном? Абсолютно нет ничего. Посмотрите на эти тексты. Христос говорит, научитесь от Меня. Он потому и пришел, как человек, чтобы мы на этом примере поняли Господа невидимого. Научитесь от Меня. Я кроток и смирен сердцем. Найдете покой душам вашим. Матфея 11, 29. Моисей же был человек кратчайший всех людей на земле. Можно было чему-то научиться у Моисея в отражении Божьего характера? Конечно. И Павел говорит, посему умоляю вас, подражайте Мне, как Я Христу. То есть в этом проблем нет. Разве плохо, что если худые сообщества развращают добрые нравы, то добрые сообщества наоборот что делают? Содействуют положительному воспитанию, духовному воспитанию человека. Но несмотря на все плюсы Моисея, он все же был несовершен. Как вы понимаете. Он был несовершен, и то, что он согрешив, не вошел в землю обетованную, лучшее тому подтверждение. Любой человек, как бы хорош он ни был, как бы он ни был предан Богу, все же он несовершен. Совершенным примером отражения Бога является только лишь Иисус Христос. Только Сын Божий, явивший святую жизнь в человеческом естестве. Поэтому нам и сказано, таков и должен быть у нас первосвященник, у нас с вами. Первосвященник какой? Святой, непорочный, непричастный козлу, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Евреям 7, глава 26. Святой, непорочный, непричастный козлу, отделенный от всяких грешников и от всякого греха. Вот наш совершенный пример, это Иисус. Давайте вернемся к текстам о крещении или о погружении во Христа. С позиции того, что Библия говорит нам о Христе как о святом, непорочном, непричастном козлу, отделенным от всех грешников. Давайте прочитаем еще раз вот с этой позиции тексты апостола Павла, говорящие о крещении, о погружении во Христа. «Мы умерли для греха». Будьте внимательны, мы только что сказали, Христос какой? Непорочный, святой, отделенный от греха. «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели вы не знаете, что все мы, погруженные во Христа и Иисуса, в смерть Его погрузились? Итак, мы умерли с Ним в крещении или через это погружение в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленные жизни. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения, полное соединение со Христом». Смерть – воскресение. Смерть для старой жизни – обновленная жизнь воскресшего человека. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть над Ним уже не имеет власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми для Бога, во Христе Иисусе Господе нашем, в Которого вы что, в принципе, и облеклись, и погрузились». Скажите, исповедует ли апостол Павел ту идею, которая сегодня распространена в христианстве, что верующие не могут жить святой жизнью, живя на этой земле в грешном естестве? Исповедует Павел эту идею? Нет. Нет. Это неправда. Если сегодня люди говорят, ну тоже был Христос, Он мог жить святой жизнью, Он Сын Божий, этим самым мы говорим о том, что Христос не пришел в подобие плоти греховных человеческой и не оставил нам совершенный пример. Это ересь. Это ересь, которая проникла, к сожалению, в адвентизм. Запомните раз и навсегда. Христос пришел в подобие плоти греховных и осудил грех во плоти, и победил грех во плоти человеческой. И сегодня кто облекается во Христа, то тоже может что нести на себе? Следы вот этого погружения во Христа или же Он может жить святой жизнью во Христе Иисусе. То есть погрузиться во Христа – это стать тем, кто всю последующую жизнь будет носить на себе его образ. А о нем сказано, Он святой, непричастный ко злу, отделенный от грешников, отделенный от греха. Это характер должен нести верующий на себе. И отношение к Богу также, каким было у Христа, таким будет и у верующего человека. Вспоминайте, материал погруженный в краску, всю последующую свою жизнь, он несет с собой свидетельство той краски, в которую его погрузили. Мы не можем сегодня сказать, что если я погрузил, к примеру, материал в красную краску, и он стал красным, то что он не красный. То есть если я погрузился в святого Христа, и при этом я не святой, я говорю, я был погружен в Христа. Как? В кого я был погружен? Если погружают изделия в цинк расплавленный, то сверху что мы видим? Покрытый цинк. И он реагирует на окружающую действительность, как цинк. Понимаете? Вот и мы должны сегодня понимать, погружение во Христа и Иисуса, это значит нести потом на себе всю свою жизнь свидетельство того, что тебя погрузили в этот расплавленный металл, и ты сегодня отражаешь на себе качество того металла, в который тебя погрузили. Ну а о духовных вещах я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь, о Христе. То есть, знаком чего по замыслу Бога должно стать крещение каждого верующего человека? Знаком чего? Что он умирает для старой жизни и воскресает для новой жизни во Христе. Он погрузился не в воду, вода это знак, а во Христа. И облегся не в воду, а во Христа Иисуса. Он восстал из мертвых. Вот интересно, что к большому сожалению сегодня для многих христиан крещение стало мертвой буквой и обрядом. Это просто способ увеличить количество членов церкви. Потому к крещению подходит несерьезно, быстрее гонят, давайте, давайте. Человек еще не понял, может быть, что надо, как ему следовать. Христа еще не познал, его уже в воду побыстрее. Лишь бы не упустить и записать его в церковной книге. Но я вам скажу, что это мертвая буква, это мертвый тогда обряд. При общении просто к церковной организации еще одной души и пополнении церковных списков не свидетельствует о том, что эта душа записана в книгу жизни. Это ли цель сегодня крещения? Зачем Господь его тогда на земле оставил этот обряд? Но такое понимание крещения позорит Бога. И вот Вестница Божья потому и написала, будьте внимательны. Одно исповедание ничего не дает. Имена вписываются в земные церковные книги, но не в книгу жизни. Представляете? Мы сегодня говорим, у нас 25 миллионов адвентистов, а сколько там вписано из них? Я видела, что и один из 20 молодых людей не знает, что такое религия, исходящая с самого сердца. Они служат себе. Вот посмотрите сейчас вот с тем, что вы узнали. Крещение – это погружение во Христа, это отражать на себе его характер. Но на деле что происходит? Люди крещены. Они вписаны в церковные книги. Но они служат себе, хоть и называют себя рабами Христа. Если они не освободятся от колдовских чар, то есть кто их обманул в этом отношении? Лукавые. Он думает, что само крещение водное – это уже достаточно и принадлежит церковной организации. А это колдовские чары, пишет Дух Пророчества. Если они не освободятся от колдовских чар, то вскоре поймут, что избрали для себя долю беззаконников. Они не хотят и слушать о самоотречении или жертвенности ради истины, ибо нашли для себя более легкий путь. Просто быть членом церкви. Просто погрузиться в воду, да? Они не считают нужным искренне, ревностно, со слезами, сильным воплем молиться Богу о его прощающей благодати, о его силе, чтобы сопротивляться искушениям сатаны. Они полагают, что могут обойтись и без этого. А как обличься во Христа? Ведь погружаясь в воду, ты не облегся еще во Христа. Вы же понимаете, это должно произойти в осознании. Вот здесь это должно произойти. Вода не меняет человека. Но это знак того, что ты принимаешь эти изменения. И дальше она продолжает и говорит, «Христос наш образец. Его жизнь являла пример добрых дел. Сравните свою жизнь с образом жизни своего Господа, который принес столь великую жертву, чтобы спасти вас». То есть, если вы заявляете, что вы рабы Христа и погрузились во Христа, ну сравните жизнь. Где знак того, что этот материал был погружен в красную краску, в кровь Христа? Где знак того, что сверху этот предмет несет на себе цинк, который он был погружен? Где знак этого? И она дальше говорит, «Часто Христос проводил всю ночь на сырой земле в отчаянной молитве. А вы же стремитесь к удовольствиям. Слушайте пустую легкомысленную болтовню, смех, шутки, анекдоты. И это называется подражанием образцу». Прислушайтесь к своим разговорам. Упоминается ли в них и Иисус? Является ли истинной темой бесед ваших? Прославляет ли говорящий крест Христов? Нет. Речь идет о моде, о шляпках, о платьях, о том, кто какие забавы планирует. Какое веселье! Привлекает ли подобный разговор ангелов? Окружают ли они этих молодых людей, чтобы разгонять, мы уже говорили, рассеивая тьму, которой сатана пытается окружить их со всех сторон. О нет! Я вижу, как они с печалью ангелы отворачиваются. Я вижу слезы на лицах этих ангелов. Можно ли представить себе, что ангелы Божьи рыдают? Но так оно и есть на самом деле. О ком рыдают? О верующих, которые что сделали? Приняли крещение. Записаны в церковные книги, но жизнью своей, исповеданием показывают, что они не облеклись во Христа и не желают даже приложить в этом отношении хоть какие-то усилия. Свидетельство для церкви, первый том, страница 504-505. Принятие крещения – это заключение завета, это договор с Богом. Договор заключается сторонами для чего? Для чего стороны заключают договор? Чтобы оговорить условия, в рамках которых было бы возможно сотрудничество. Договор – это оговорение условий, при которых теперь они будут сотрудничать. Так или не так? Так, однозначно. Священное Писание четко нам говорит, а в каких рамках Бог заключает с нами договор? Каковы рамки этого Божьего договора? Вы знаете, каковы? Писание говорит нам о том, что договором с нами, рамками заключенными договора с нами, является сам Христос. Это и есть договор Бога с нами, это и есть Его завет с нами. Посмотрите на этот текст Священного Писания. «Я Господь призвал тебя, он говорит о Христе, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку, и хранить тебя, и поставлю тебя в завет, в договор. Тебя поставлю в завет для народов, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узника вывести из заключения сидящих во тьме из темниц». Исайя 42 глава, 6-7 стих. Вы понимаете, о чем речь идет? Каков договор Бога с нами? Какие рамки этого договора? Это кто? Это сам? Это сам Иисус Христос. Все, что за пределы Христа, это нарушение что? Договора. Это нарушение договора. Это значит, ты не облегся во Христа, не покрасился материал этим цветом. Нету сверху вот этой защитной оцинковки, допустим. Это Христос. Христос, Сын Божий, поставлен Богом в завет, то есть договор для всех живущих на земле, то есть рамками завета, если так можно выразиться, является сам Христос и только Христос. Все, что за пределами Христа и его жизни, это нарушение завета. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример». Заметьте, вы к тому призваны. Это призвание наше. «Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». К чему мы призваны? К чему? Идти по стопам Иисуса Христа. Он не сделал никакого греха, а мы призваны идти по стопам Христа. Не было лести в устах Его. Мы к чему призваны? Идти по стопам Христа. Вы понимаете, что должен верующий отразить на себе? «Будучи злословим, не злословил взаимно». Друзья мои, идти по стопам Христа – это не злословить взаимно. И дальше написано. «Страдая, не угрожал, но предал все судьи праведному». Я сегодня иногда, когда слышу, как верующие люди, если что-то происходит не так, как они себе мыслят, они тут же начинают говорить. «Ты будешь отвечать перед Богом?» «Тебе вот это, вот это». И сразу сыпятся какие-то угрозы. «Что вы угрожаете, друзья мои? Отдайте Богу, пусть Он решает эту проблему. Вы что ли боги сегодня?» «Страдая, не угрожал, но все предал судьи праведному». 1 Петра, 2 глава, с 21 по 23 стих. «А что мы узнали или познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, «Я познал Его, на заповеди Его не соблюдает тот лжец, и нет в нем истины». А кто соблюдает Слово Его, в том истинной любовь Божья совершилась, если сего узнаем, что мы в нем». И будьте внимательны, вывод, кто говорит, что пребывает в нем? Вы говорите, что вы погружены в него? Обличены в него? Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать, так как он поступал. 1 Иоанна, 2 глава, с 3 по 6 стих. «Чтобы нам еще лучше понять рамки завета, ограниченной Христом, Его жизнью и святостью, Библия говорит, что Бог соединяет нас настолько со Христом воедино, как голова связана с телом. Он – наша голова, а церковь – это что? Это Его тело. «Ибо как тело одно и имеет многие члены, так и все члены одного тела, хотя их много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились или же погрузились в одно тело». Опять та же самая идея. Вы понимаете, что мы сделали? Погрузились в Христа, погрузились в одно тело, в Его тело. Иудеи или Елены? Нет разницы. Рабы или свободные? Все напоены одним Духом. Чьим Духом? Его Духом. Духом Сына. Усыновление. Духом Святым. Тело же не из одного члена, но из многих. Вот, нас много. Мы разные, но мы – Тело Христово. Хотя порознь, члены все равно одного тела под главою Христом, одним Духом движимым. 1 Коринфянам, 12 глава, с 12 по 27 стихи. Заметьте, что верующие были погружены во Христа, в Его Дух, и в результате этого стали с Ним одно тело, стали Его телом, под Его главенством и управлением. Вы понимаете, насколько же верующий по замыслу Бога должен с Христом что сделать? Соединиться. Причем, в этом соединении он должен понимать, что глава-то кто? Управлять-то кто должен в этом соединении? Это не соединение двух партнеров с равными способностями, вы понимаете? Мы в подчиненном положении, мы ученики, мы учимся от Него. Он главенство это управляет нами в этом соединении. Он глава, а мы члены этого тела. Итак, что у нас получается? У нас получается, что мы становимся с Ним одним телом, с одним Духом. Первые христиане настолько хорошо понимали вот эту истину, что после заключения Завета с Богом, что они становятся одно со Христом, что они даже называть себя стали по подобию Христа. Христиане. Христиане. Потому что погрузились в кого? Погрузились в Христа. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохе в первый раз стали называться христианами. Деяние апостолов 11.26. Причем, очень интересно, я вам скажу тот момент, как правильно прочитать этот текст с верной расстановкой запятых. Вот если мы расставим запятые, потому что запятые, вы знаете, переводчиками ставились, то я вам скажу, что этот текст все-таки более сильно будет понимаем, если мы правильно поставим запятую. Вот посмотрите внимательно, что у нас получается. Вот греческий подстрочник. Ну я сразу вам выведу уже сюда, потому что, может быть, вам не так видно. Посмотрите, как вот если запятую передвинуть и поставить ее за одним из слов, то текст более сильно звучит. Я думаю, что это более правильное толкование этого текста или прочтения. Случилось же им и год весь быть собранными в церкви и научить, ну там слово такое используется, толпу, то есть много людей. И вот у нас, к сожалению, не там стоит запятая, но если ее поставить после слова толпу, то получается следующую толпу, какую? Не достаточную толпу, то есть большое количество людей, как у нас это переведено, а именно слово «достаточный», оно несет совсем другой смысл. Посмотрите внимательно. Пригодную, подходящую, способную, имеющую возможность, облеченную правом. Вы видите, что слово «достаточный», оно не к количественному отношению относится, достаточное количество толпа, понимаете? А слово «достаточный» означает достигшего чего-то, качества. Вот, Наташа, спасибо. Качество, не количество, а качество. Поэтому этот текст звучит так, что случилось им целый год быть собранными в церкви, научить толпу, которая достаточно или пригодна, или обличена была правом получить впервые название в Антиохии, как христиане. То есть они в качестве своем уже отразили Христа, и они говорят, достаточно готовая толпа была, или достаточно обученные люди были, чтобы в качестве своем теперь называться христианами. Конечно, это можно оспорить. Я не спорю, что это может быть и так, но я вам скажу, что это не лишено смысла, потому что слово «достаточный» не количественный смысл здесь несет в себе, а качественный смысл. То есть этот текст ясно понимается в свете того, что апостолы настолько понимали важность научения людей истины о Христе, настолько понимали важность обличения верующего человека во Христа, что учили настолько, чтобы они достаточно в качестве, могли что сделать? не в количестве, как сегодня записывают церковные книги, а в качестве отражали на себе Иисуса Христа. И могли называться христианином от слова «Христос», производным от слова «Христос». И это неудивительно, потому что их миссия заключалась в том, чтобы проповедовать о Христе. Павел говорит, «Я рассудил у вас ничего не быть знающим, а только Христа, и при том распятого». Вот он его проповедовал. Их миссия заключалась в том, чтобы проповедовать о Христе, о покаянии, о прощении грехов через его жертву, верить в Христа, как своего личного спасителя, иметь веру в Христа. Ведь написано, мы должны иметь чью веру? Самого Христа. Соблюдать заповеди, как он соблюдал заповеди. То есть во всем нужно отразить Христа, жить по его примеру, иметь его дух, дух истинного Сына Божия. Именно в этом состояло повеление Христа в своей церкви. Говорить о нем, как о том, кто за них умер и воскрес, и дает им спасение. И сказал им, вот то, о чем я говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им умку разумению Писания. Будьте внимательны. И сказал им, так написано, так надлежало пострадать Христу, то есть умереть, воскреснуть из мертвых третий день и проповедано быть во имя Его покаяния и прощения грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. Луки 24 глава 44 по 48 стих. И апостолы верно поняли данное Христом повеление, о чем ярко свидетельствует проповедь апостола Петра в день Пятидесятницы. То есть они правильно поняли, что Христос им сказал делать. Мужи израильские. Выслушайте слова сии Иисуса Назарея. Что Он сделал ученикам? То, что Я вам говорил, оно исполнилось, и Я подтверждаю это Священным Писанием. Теперь они идут, и чьи слова несут? Слова самого Иисуса Христа. А что же Иисус им сказал, собственно говоря, говорит? Посмотрите внимательно, чем это все заканчивается в этом тексте. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вами от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. Всего по определенному совету и предвидению Божию преданным вы взяли при гвозди в руками беззаконных и убили. Что Христос им сказал, мы только что прочитали, что надлежит исполнится что? Написанное о Мне, что пострадает Христос, умрет Христос. Дальше что Он говорит? Но Бог воскресил Его. Что Христос им говорил, когда из Писания говорил? И воскреснув третий день из мертвых по Писанию. То есть они что делают? Они передают то, что сказал им Христос, передать, о чем говорили Священное Писание. Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его. Ибо Давид говорит о Нем, видел я пред Собой Господа всегда, ибо Он одесну и меня, дабы я не поколебался. Всего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели. Итак, Он, быв вознесен десницей Божией, приняв от Отца обетование Святого Духа и злил то, что вы ныне видите и слышите. Теперь внимательно. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом из всего Иисуса, которого вы распяли. Вот Он определенный от Бога Спаситель. Услышав это, они изумили сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что же нам делать теперь, мужи и братья, когда мы это поняли, что на основании Писания исполнилось все о Христе, и вот Он пришел, Его убили мы. Что нам теперь делать? Петр же сказал им, покайтесь и докреститься, или же будет погружен каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. О чем мы только что прочитали в Луке было сказано? И проповедовать во имя Его покаяния и прощения грехов во всех народах. Погрузитесь в имя Христа, в Его характер, в Его служение, и получите прощение грехов, и получите дар Святого Духа. Деяния апостола 2 глава с 22 по 38 стих. Заметьте, как проповедь апостола Петра созвучна с повелением самого Христа, которое мы только что читали в Евангелии от Луки. Петр проповедует о Христе на основании Слова Божия. Он говорит, что Иисуса Бог сделал нашим Господом. Всякий, кто принимает Иисуса как посланного Богом посланника, должен креститься, погрузиться во имя Христа. И это истина незыблема не только для евреев, но и для всех народов, в том числе и для язычников. Петр отверз уста и сказал, истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Где он уже находится, сейчас проповедует? В доме Корнилия, в доме язычника. Нелицеприятен. И во всяком народе, боящийся его и поступающий по правде, приятен ему. И что он опять делает? Он послался нам, Израилевам, Слово, благовество и мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. Вы не находите отражение того, что было сказано в день Пятидесятницы. Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. И здесь он делает то же самое. Проповедует просто другими словами ту же самую истину. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповеданного Иоанном. Как Бог духом святым и силой помазал Иисуса из Назарета. И он ходил, благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего. А Христос сказал, вы же свидетели всему. И мы свидетели всего, что он сделал в стране иудейской, в Иерусалиме, что наконец его убили. Он то же самое проповедует. Вы видите, ничего не отошел ни влево, ни вправо. Его убили, повесив на древе. Но сего Бог что сделал? Воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелем, предызбранным от Бога нам, которые с ним ели и пили по воскресению его из мертвых. И он повелел нам, опять то же самое, что было прочитано нами в Евангелии от Луки. И он повелел нам проповедовать людям, свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем пророки свидетельствовали. А он, что Христос сделал? Изъяснил из всего Писания, что это о нем было написано. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. Так все пророки что свидетельствовали? О чем Христос объяснил ученикам, прощаясь с ними? О себе самом. Из Писания, что именем его и велел им креститься во имя Иисуса Христа. А это уже язычники, это не иудеи. Деяния апостолов, 10 глава, 34, 43 и 48 стих. То есть, заметьте, что картина идентичная. Одна и та же картина, что и при проповеди того же апостола Петра иудеям, что при проповеди апостола Петра, в данном случае Корнилию, язычникам и всем собравшимся в его доме, он проповедует о Христе, он проповедует о Христе на основании Писаний, он сосредотачивает внимание на том, что Христос единственный путь спасения, а потом призывает, что сделать? Погрузиться или креститься в Иисуса Христа. Никакого нету диссонанса. Все стройно и ясно. Гармонии. Эти два примера из Писания, описывающие при общении к Церкви Божией, как обращенных из иудеев, так и обращенных из язычников, показывают нам, что апостолы не делили истину на две части. То есть, на ту часть, которую нужно подавать иудеям для их обращения, и на ту часть, которую нужно подавать язычникам для их обращения. То есть, у них было понимание такое, что истина одна. И путь спасения сколько? Один. И истина одна. И Писание одно. И Христос один. И тело будет одно. И погружаться все в одного Христа должны, и духом одним должны быть исполнены. Не важно, откуда пришел человек, то ли из язычества, то ли обратился из иудеев. Итак, Христос единственный путь на небо. И Христос призывает, что иудеев, что язычников, погрузиться в Него, заключить завет с Господом через Него. И для всех основаниям завета Бог положил кого? Христа. Я поставил тебя в завет для кого? Для всех народов. Для всех народов. Чтобы открыть глаза слепым. Израиль был зряч? Если был бы зряч, распяли бы Господа славы. Во свет для всех народов. Что иудеи, начиная с Иерусалима, но заканчивая до края земли. Вот. То есть, вот он весь завет. Что люди все должны облечься во Христа Иисуса, умереть для греха, воскреснуть для святой жизни во Христе Иисусе, для того, чтобы нести на себе и в себе Его святость, Его веру и доверие Небесному Отцу. Вот как апостол Павел об этом сказал в послании Галатам. Ибо все вы сыны Божьи. Кто? И иудеи, и язычники. Все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа что сделали? Крестились или погрузились во Христа. Во Христа вы теперь что теперь все? Облеклись. Вот несете на себе знак вот этого погружения. Нет уже иудея, нет уже язычника, нет раба, нет свободного, мужевского, женского пола. Все вы во Христе теперь стали одно. Во Христе. Вы стали одно. Галатам 3 глава 26-28. Выстраивается у вас одна картина? Естественно, раз верующие приобщаются к церкви, должны были погрузиться во Христа, отразить на себе его характер и жить его жизнью, то понятно, что их до крещения должны были с кем знакомить? С Христом, в которого они должны были что сделать? Погрузиться. Но это и понятно, что прежде чем я материал окуну, и он будет на себе нести какие-то знаки того, что его окунули в краску, нужно определиться, а в какую краску ты будешь погружать, что после этого будет происходить с этим материалом. Если вам нужен красный цвет, вы же не будете, не исследуя, в синий погружать. Если вы говорите о святости, о том, что потом человек должен отражать на себе святую жизнь Христа, то значит нужно объяснить, в кого тебя будут погружать, что ты должен на себе нести или не так. Так значит, с кем должны были знакомить их? С Христом. Именно с Иисусом Христом. И это понятно. И кем он для верующих должен являться? Посмотрите внимательно, как эта истина отражена на страницах Священного Писания. Я вам уже сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? Это о себе или о ком другом? Филипп мог много чего рассказать. И о пророке Исаии в этот момент мог рассказать. Когда он жил, как он погиб. Но он не это делает. А что он делает? Филипп отверз уста свои и начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. У Исаии написано о том, что нужно креститься во имя Христа? Нет. А что делает Филипп? Вы посмотрите. Он излагает ему полноту всей темы от того момента, от Исаии, который читал Евнух. Подъехав к воде, Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься? Филипп сказал ему, если веруешь от всего сердца, то можно. И посмотрите, исповедание веры этого человека говорит о том, что ему рассказали о Христе или не рассказали, что теперь от него требуется, и кем для него является Христос. Он же сказал в ответ, верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. Для чего пришел? Спасти от греха. Верую. И приказал остановить колесницу, оба сошли в воду, и Филипп и Евнух погрузил его, крестил его на основании его веры. Деяние апостола, 8 глава, 34-38. Еще один момент, обращение апостола Павла. Из Савла он становится Павлом. Анания пошел, вошел в дом и возложил на него руки, сказал, брат Савл, Господь Иисус, явившись тебе на пути, к которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. И тот час, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и встав, крестился. И что он стал делать? И тот час начал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. Понял Павел истинно? В кого он погрузился и что от него требуется? Деяние апостолов, 9 глава, 17 по 20 стих. Верующие, получив из Священного Писания познание о Христе, выражали библейское понимание того, кем для них является Христос. Помните исповедание Марфы, исповедание Марии, что они говорят? Да, Господи, я верю, что ты, Христос, Сын Божий, грядущий в мир, идущий в этот мир. То же самое сказала и Мария. Он Сын Всемогущего Бога Отца, они признавали это, выражали этим свою веру, и признавая это, они крестились во имя Его, которого Бог и послал, чтобы спасти их от грехов. Своего Сына отдал Бог, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И вот на основании этого они принимались, члены церкви, или становились телом Христа, исповедуя Христа, Сыном Божьим. Заметьте, для чего Бог послал Своего Сына? Чтобы спасти нас. Для чего люди облекаются во Христа? Чтобы стать святыми во Христе. И становятся одним телом. Для чего написано Священное Писание? Они говорят обо Мне, говорит Христос, чтобы вы поняли истину. Посмотрите на эти тексты Священного Писания. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Кого в центре Завета поставил Бог? На ком должна быть сосредоточена вера верующего человека? На Христе. Верующий в Него. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Иоанна 3, глава 16-17. Сие же написано. Для чего? «Дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя кого? Во имя Его». Иоанна 20, глава 31 стих. «Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти кровь, не твой разум это тебе открыл, но Отец Мой, Сущий на небесах». Так какую цель поставил перед собой Бог Отец, говоря о Христе всем людям? Объяснить какую истину? Что это есть кто? Сын Божий. И Он с небес что сказал? «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». Его слушайте. «Отец Мой, Сущий, на небесах тебя открыл». И вот на сём камне, вот на этой вере, в то, что Христос есть Сын Божий, наш Спаситель, я создам церковь мою, и врата ада не одолеет её. Вы понимаете, на чём стоит церковь? На вере, в то, что Христос является Сыном Божьим, посланным для нашего спасения. И в Его имя мы крестимся, и облекаемся в Его святость, и в Его характер. Матфея 16, глава 16 по 18 стих. «Апостолы не знали никакого другого пути обращения человека к Богу, как только через Христа, Единородного Сына Божия, и только через Его имя и Его характер. Нету другого пути». Поэтому они что делают? Проповедуют. Павел, раб Иисуса Христа, посмотрите внимательно, это очень важный момент, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, который Бог прежде обещал через пророков в своих святых писаниях. А теперь будьте внимательны. Павел ссылается на ветхозаветных пророков и говорит, о чем говорили пророки, о ком они писали. Будьте внимательны. О Сыне Божьем они писали. Понимаете? Это очень важный момент, потому что сегодня есть люди, которые заявляют о том, что Ветхий Завет говорил нам как об Отце, как о Христе. Но пророки писали о Христе как о ком? Как о Сыне Божьем. О Сыне Божьем, который родился от семени Давидова, по плоти открылся Сыном Божьим в силе по духу святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашим, через Которого мы получили благодать и апостольство, и теперь будьте внимательны, чтобы во имя Его покорять вере все народы. Прежде чем крестить Евнуха, ему был задан вопрос, «Если веришь, от всего сердца можно». То есть Евнуха надо было покорить вере. Что исповедал Евнух своими устами? «Верую, что Иисус Сын Божий, и крестили Его во имя Христа». Покорять в вере все народы и крестить во имя кого? Во имя Иисуса Христа. Римлянам 1 глава, с 1 по 5 стих. «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Речь идет о Христе. Деяние апостолов, 4 глава, 11-12 стих. Все, что мы с вами рассмотрели до сего момента из Писания, предельно ясно, гармонично и ни у кого не вызывает возмущение. Так или не так? Или вы хотите оспорить то, что мы только что исследовали? Да нет, вроде бы все логично, все правильно, все из Библии. Возмущение начинается тогда, когда вы зайдете на крещение практически в любую христианскую церковь и услышите, что там крестят не во имя Христа, а во имя Троицы. Вот тут и начинается как раз-то какой-то диссонанс. Во имя Троицы. При этом ссылаются на текст из Евангелия от Матфея. «Итак, идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». Матфея, 28 глава, 19-20. Как же это понимать? Вот как это понимать? На очевидное повеление Христа апостолы среагировали полным непослушанием. Полным непослушанием. Ибо мы находим все крещения апостола, всех других последователей Христа, что они совершались только во имя Иисуса Христа. Ни одного нет свидетельства во имя Троицы, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Как же это так? Якобы евангелист Матфей передал слова Христа, а апостолы игнорировали эти слова Христа и пошли своим путем. Не странно ли? Правда? Кто-то заявил, что иудеи знали о Боге, об Отце, вот иудеи знали о Боге, знали о том, что есть Дух Бога, и им только лишь нужно было принять истину о Христе, потому крестили иудеев во имя Христа. Но это абсурд. Я вам скажу, это абсурд по многим причинам. Первая причина. Иудеи до сих пор не признают Духа Божия как третью личность Божества. И тогда, когда апостолы проповедовали, они тоже так не верили. Поэтому их нужно было знакомить не только с Иисусом, но если, как верят те, кто исповедует Троицу, надо было иудеев еще просветить в каком вопросе? Что и Дух Божий является якобы тоже третьей личностью Божества, и крестить надо было тогда не только в Иисуса, которого они не знали, но и во имя Духа, которого они тоже не понимали как личность Божества. Однако мы находим крещение всех иудеев только во имя Христа. И как я заметил вам, иудеи до сих пор не признают Духа как третью личность Божества. То есть, это первое, что говорит, что это какой-то абсурд. Второй момент. Сам Христос сказал, идите, научите все народы и будете мне свидетелями с Иерусалима до края земли. То есть, дал ли он им две истины, одну для Иерусалима, а другую для всех народов? Мы только что определили, что Петр этого не понимал. Он тоже, что сказал на день Пятидесятницы евреям, он тоже сказал только другими словами Корнилию. Нет, однозначно нет. Христос сказал, идите, научите все народы, я пока опускаю, крестя во имя Отца и Сына Святого Духа, учите соблюдать все народы, что я вам повелел. Общая истина для всех. Нету особой истины для иудеев и особой истины для обращенных из язычников. И я с вами во все дни до скончания века. Матфея 28 глава 19-20. Или еще, вы примите силу, когда зайдет на вас Дух Святой, будете мне свидетелями. О ком должны были они свидетельствовать? Мне, говорит Христос, об Иисусе. Где? В Иудее, в Самаре и даже до края земли. Вот свидетельство об Иисусе. И в исповедании или в свидетельстве апостола Петра мы так и находим. Знай дом Израилев, что Бог соделал Христом Иисуса, сего Господа, которого распяли. Нет другого имени под небом, которым надо было бы спастись. Корнилию говорит, сего Господь сделал Господом и Спасителем. Креститесь во имя Христа. То есть, мы не находим никакого нарушения тому, что Христос повелел сделать. И в-третьих, что мы уже отмечали, что язычники также крестились во имя Христа в доме Корнилия. И это не единственный случай. В городе Эфес верующие не знали, что Христос уже пришел. Эфес, 19 глава, Деяния апостолов. Что они уже давно могут быть движимы Его Святым Духом. И апостол Павел эту истину им объяснил. Заметьте, из текста, 19 главы Евангелия, Деяния апостолов, Павел им не только о Христе должен был сказать, но и о Духе, потому что они говорят, а мы не слыхали о Духе Святом. По логике, если он им объяснял понятие и Христа, что он пришел, и о Духе, то крестить он их должен был как? И в Сына, и в Духа. Но Священное Писание говорит о том, что когда они узнали о Христе, узнали о том, что можно через Христа исполниться Духом Божьим, они почему-то крестились все-таки во имя Иисуса Христа. Но никак не было добавлено и во имя Духа. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Духа Святого у веров? Они же сказали, мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. Поэтому говорить сегодня о том, что крестили только потому, что надо было о Христе рассказать, это неправда. Потому что мы ярко видим примеры, что и о Духе надо было рассказать. Но о Духе рассказывали через Христа, а крестили все равно только во имя Христа. Он сказал им, да во что же вы крестились? Они отвечали в Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Он уже пришел. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. Это язычники, это из Эфеса люди, это не иудеи. Но также мы видим, что ту же самую истину, что им объясняют и о Духе, и о Христе, о Духе через Христа, но крестятся только во имя Иисуса Христа. Деяние апостола, 19 глава, с 1 по 5 стих. Более того, сам апостол Павел сделал обобщающее утверждение всех верующих, которые уверовали и из иудеев, и из язычников, что все они без исключения были крещены, все без исключения были крещены во имя Иисуса Христа. То есть, это не какой-то отдельный человек, а он обобщает всех верующих, всех детей Божьих воедино и говорит, все вы, сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Слово все вам понятно? Все. И дальше он говорит, нет ни иудея, ни раба, ни свободного, ни язычника. Вам понятно слово все, что он под этим подразумевал? Все. Все. Это все. Поэтому, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Галатам 3 глава с 26 по 28 стих. Что же это за потрясающая забывчивость апостолов, что за вопиющее непослушание словам Христа? Причем, удивительно то, что сам Христос, который являлся апостолом в видениях, после того, как он уже вознесся на небо, ни разу не упрекнул апостолов, что они неправильно крестят. Надо во имя Троицы крестить, во имя Отца и Сына Святого Духа, а не во имя Мое. Что это за забывчивость? Но он является им, но никогда, что? Ни разу не упрекает, не попрекает и не меняет формулу крещения. А наоборот, даже поддерживает служение их. И посмотрите, что он сказал апостолу Павлу. Господь же в видении ночью сказал Павлу, не бойся, говори, не умолкай, ибо я с тобою. То есть, он не возмущен тем, что Павел крестит во имя кого? Во имя Христа. И сам крестился во имя кого? Во имя Христа. Он не упрекает, он говорит, никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе, и он оставался там год и шесть месяцев, получая их Слово Божьему. Деяние апостола, 18 глава, с 9 по 11. Итак, Христос возмущен, что они не так делают? А может быть, они так делали? А может быть, какая-то проблема-то в чем-то другом? Библия учит нас, как нам нужно относиться к Слову Божьему. Христиане древней верии как относились к Слову Божьему? К Писанию. Они слушали самого апостола Павла, а что делали? Все сверяли со Словом Божьим. Здешние были благомыслине фессалоникийских, они приняли Слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали. Из эллинских почетных женщин, из мужчин немало. Деяния апостолов, 17 глава, 11-12 стих. Скажите честно, вы когда-то задавали себе вопрос, почему вас в свое время крестили во имя Троицы, а апостолы никогда не крестили во имя Троицы? Вас не интересовал этот вопрос? Или вы слепо приняли и поверили, что вам сказали из-за кафедры? Согласно Матфею, 28 главе. Что получается, да? Все точно. Но задать вопрос, почему апостолы не придерживались этого? Древние верийцы что делали? Исследовали. Исследовали, не просто читали, а исследовали. Как же это так могло получиться? Так поступали и вальденцы, альбегойцы, гугеноты, первоадвентисты, то есть все протестанты, истинные протестанты, которые боялись Бога, благоговели пред Его именем, они что делали? Они брали Библию и исследовали тему, брали все, что говорится по этой теме и смотрели, как выстроить картину, чтобы она не противоречила, чтобы Библия сама себе не противоречила. Вот так они исследовали. И благодаря этому они могли видеть правильно Священное Писание, с помощью простых текстов объясняли сложные тексты, а также они находили в Слове то, что за время папского владычества попало в Слово Божье с помощью поддельных вставок монахов. Знаете Разма Натардамского? Как он прочувствовал, что этого текста нет? Просто ли так? Он взял все древние рукописи, посмотрел и говорит, друзья мои, 1 Иоанна 5,7, его нету, оно в вульгате только лишь, в латинской Библии. Почему? Как так могло произойти? Человек исследовал Священное Писание. И вот так была обнаружена вот эта вставка. Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святой Дух. Как это похоже на Матфея, 28 главу? Да? Отец, Сын и Дух Святой, три сии суть едина. 1 Иоанна 5,7. Друзья мои, давайте посмотрим, как отзывается человек, который верит Троицу, о трудах Эразма Натардамского. Он описывает то, что тогда происходило. Он возмущен тем, что Эразм так поступает. И поэтому, как я скажу, это правдивое свидетельство не сторонника Эразма. Понимаете? Вот посмотрите, что он пишет. Также в книге Метцгера «Текстология Нового Завета» записано, он указывает, Эразм Натардамский, что в издании Эразма, заключительной главы 1 послания Иоанна, то есть того места, где апостол рассуждает о Святой Троице, это пишет человек, который верит Троицу, «Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святой Дух, сии три суть едина, и три свидетельствуют на земле». Эразм возразил, что ни в одной греческой рукописи он не обнаружил этих слов. Ни в одной. Хотя кроме двух основных рукописей в процессе подготовки текста он изучил еще несколько документов. Эразм пообещал, что в том случае, если такая рукопись будет найдена, то в последующих изданиях он вставит так называемый вот этот текст, вот 1 Иоанна 5,7, вставит тогда свои труды. В конце концов, такая рукопись нашлась, а точнее была подделана. Вот сейчас вы как раз увидите свидетельство тому, что обнаружили, кто ее и когда подделал. Она была подделана. По сведениям, которые мы располагаем теперь, можно определить, что она была написана в Оксфорде около 1520 года членом францисканского ордена по имени Фрой или же другой имя Рой, взявшим этот отрывок из латинской вульгаты. А вы запомните вот из латинской вульгаты, ибо позже, когда мы с вами будем говорить еще о папстве, сегодня, первый папа, который назвал себя папой, Димас I, он дал повеление писать вульгату и дал разрешение, есть официальный указ, вносить в священное писание изменения. И он написал вульгату, то есть дал добро, чтобы ее писали, отменил греческий язык и ввел латынь, чтобы все пользовались только какой Библией? Только вульгатой, в которую можно было внести изменения. Хорошо проработал. И разом выполнил свое обещание и вставил отрывок в третье издание в 1522 году, однако в примечании к нему все-таки выразил сомнение в подлинности данной рукописи. И позже было доказано, что это была поддельная рукопись. Это текстология Нового Завета. Итак, с поддельным текстом о Троице из первого послания Иоанна все ясно. А что можно сказать о тексте о крещении во имя Троицы из последней главы Евангелия от Матфея? До настоящего времени у нас сохранились рукописи отцов церкви. К сожалению, и вы поймете позже почему, все тексты, которые говорили о том, что там не Троица была написана, эти все тексты были уничтожены. И оставлены были только тексты, в которых уже была внесена Троица. Итак, как мы можем сегодня только выяснить, что там было на самом деле? Раз нету прямого текста, то тогда нужно сослаться на труды тех, которые цитируют слова из Священного Писания, когда у них оно было перед глазами. То есть это уже свидетельство как бы второй руки, потому что первого свидетельства нету сегодня. До настоящего времени сохранились рукописи так называемых отцов церкви, датируемых первыми веками нашей эры. Для нас особый интерес представляют рукописи те, рукописи отцов церкви, в которых эти мужи, жившие в первом, втором, третьих веках по Рождеству Христову, дословно и неоднократно цитируют библейские тексты, благодаря тому, что у них тогда на руках они были, и они могли их читать. На данный момент существует несколько достойных внимания трудов, которые упоминаются или цитируются Матфея 28, 19. В основном они все принадлежат отцу церкви Евсевии Кисарийскому, известному прежде всего как отец церковной истории. Он родился около 260 или 65 года нашей эры и умер в 339 году нашей эры. Главным его трудом считают историю церкви. Так вот, посмотрите внимательно, что сегодня мы находим в его трудах интересного. До Никейского собора, где было принято учение Троицы, Евсевий 17 раз цитирует текст из Евангелия от Матфея с прямой речью Иисуса. 17 раз. И он цитирует его следующим образом. «Идите, и во имя Мое делайте учениками все народы». 17 раз цитирует дословно, говорит, «Так сказал Иисус». Я сейчас вам покажу эти его труды, и вы увидите, что он везде говорит, «Это сказал сам Спаситель своими собственными устами». Посмотрите внимательно, где вот это труды, в скобочках написано, в каких его трудах, сколько раз это упоминается. Где-то пять раз, где-то четыре, где-то два, где-то по одному. Это его разные труды, в которых он упоминает слова Христа, «Крестите во имя Мое», делайте, вернее, всех учениками. И заметьте, что Евсевий, цитируя слова Иисуса, передает их каждый раз как прямую речь. Вы сейчас увидите его труды, когда он говорит, «Иисус сказал» и начинает цитировать текст. Он не говорит его, как будто бы пересказом, понимаете, вот кто-то, некто, как-то что-то сказал, и я передаю это так. Нет, он говорит, «Иисус сказал» и цитирует как цитату, то есть как слова самого Иисуса. Постоянно в своих трудах, где он касается текста из Матфея 28, 19, он приписывает слова, «Идите и во имя Мое делайте учениками все народы Иисусу Христу». Он говорит, «Это сказал сам Христос». Итак, посмотрите на эти труды Евсевия. Он, Спаситель, сказал своим ученикам, «Идите и во имя Мое делайте учениками все народы и уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Он сказал. Кто сказал? Христос сказал, Спаситель сказал. Отличается это от Матфея 28 глава? Отличается. Но противоречит ли то, что мы только что прочитали, тому, что мы до этого изучили, как делали апостолы, как в Евангелии от Луки записано и в Деяниях? Нет, не противоречит. Полная гармония. И он позаботился, чтобы дела последовали слову. Еще один труд. «Вы ученики Христа. Идите, как вам повелено самим Спасителем». И опять прямая речь. «Идите и именем Моим делайте учениками все народы». Третья цитата. «Всякая власть дана Мне на небе и на земле». Вам знакомы эти слова? Это из Евангелия от Матфея. «Идите и именем Моим делайте учениками все народы». Еще цитата. «Поэтому наш Спаситель после своего воскресения сказал им, идите и во имя Мое делайте учениками все народы». И это сказал тот, кто прежде сказал, не ходите к язычникам. Еще один. Еще цитата. «Конечно, никто, кроме нашего Спасителя, не сделал этого, когда после своей победы над смертью он провозгласил слова своим ученикам, исполнившиеся в этом событии. «Идите и во имя Мое делайте учениками все народы». И еще две цитаты из его трудов. «Словом, с которым он обратился к своим немощным ученикам, идите и делайте учениками все народы, простым дополнением, будьте внимательны, одного слова, он устранил всякие сомнения относительно своего поручения, говоря, вы достигнете этого моим именем. Он не повелевает просто, идите и делайте учениками все народы, но дополнил важным словом, во имя Мое». Видите, он толкует слова Христа и разбирает их, можно сказать, на составляющие, и говорит, он не просто сказал, идите все народы, научите, а во имя, во имя Мое. Это труды все веки Сарийского. И еще одна выдержка. Ученики не смогли бы справиться с этой задачей, разве что посредством божественной силы, которая больше человеческой силы, и с помощью того, кто сказал им, идите и во имя Мое делайте учениками все народы. Вам понятно, как этот текст звучал, когда его цитируют прямой речью, без изменений? Интересно, что после Никейского собора 325 года, на котором при содействии императора Константина была внесена языческая троица в христианское учение, у того же Евсевия появляется пять цитат уже иного толка. В которых он цитирует тринитарную формулу во имя Отца и Сына и Святого Духа. Друзья мои, как такое может быть? И многие сегодня ученые-историки, я сегодня вам приведу несколько исторических документов, многие ученые-историки видят этому два объяснения. Почему так произошло? Первое. Либо Евсеве угрожали расправой за непринятие троицы, и я приведу документы, что это имело место после Никейского собора. Вот. Либо, либо в данном случае он поддался давлению и, может быть, испугался. Вот. Может быть, хотел иметь дружбу с императором. Я сегодня и эти тексты вам приведу, то есть свидетельство истории, что он не хотел ссориться с императором, а видел его благодетелем христианства. Либо, либо, кстати, сегодня многие ученые не сомневаются даже и в том, что эти пять цитат ему не принадлежат. Их просто написали от его имени. Дело в том, что сам Евсевий не исповедовал троицу до Никейского собора. Не исповедовал. Посмотрите внимательно, во что он верил. Ну, заодно сравните то, во что верите вы сегодня. Сын Божий, по его учению, кстати, я вам цитирую слова людей, которые не придерживаются учения Евсевии, отвергают его, как еретическое. Но они цитируют и говорят, вот как он учил, как он верил. Сын Божий, по его учению, по учению Евсевия, есть образ Бога Отца и во всех отношениях подчинен Отцу. Поставляя Сына выше всех других существ, Евсевий считает его, однако, низшим Отца, вторую сущность, вторым виновником происхождения мира. Ну, виновник, слово не в хорошем, не в плохом смысле, а в хорошем. Отец, это же православные пишут, просто я оттуда цитирую, Отец предсуществовал Сыну и был уже до рождения последнего, этого последнего, то есть до рождения Христа. Бог сам по себе есть совершенный и первый, как Отец, и причина рождения Сына. Он ничего, Отец, не заимствует у Сына для дополнения своей божественности. А Сын, от причины произошедшей, то есть от причины от Бога, Сын второй после Него, по елику, но это старое слово, поскольку Он в своем бытие зависит от Отца. Сын есть второй свет во всем подобный Отцу. Отец есть первый и больший Бог, высший и больший, отличный от Сына. Сын Божий есть как бы посредствующая между Богом и человеком сила. Сейчас будьте внимательны, он объясняет, что значит сила. Действенность Его, Христа, заключается в том, что Он помогает отпадшему от Бога человеку снова прийти к Богу, чего одними своими человеческими усилиями человек достигнуть не может. При этом Евсевий однократно утверждает, что Сын не есть только сила Божья, это особое лицо, это личность, подобно во всех отношениях высочайшему Богу. Неоднократно Евсевий повторяет, что рождение Сына непостижимо и необъяснимо. Я говорю, вы сравниваете с тем, как верите сегодня вы. Помните, что Урия Смит сказал? Он сказал, рождение Сына это необъяснимо, это ведомо только самому Богу. Непостижимо, неизъяснимо, что относительно Его нельзя употреблять никаких образов и сравнений, потому что они не приложимы к Богу, никакой образ вы не можете и сравнений найти к Богу и к рождению Христа от Бога Отца. Нету аналогии. Христос везде по Евсевию является чем-то служебным в отношении к высшему Богу Отцу. Он был орудием Бога притворения, являлся людям во времена Ветхого Завета, потому что сам Бог, то есть Отец, не может быть видимым и созерцаемым людьми. Логос, то есть Христос, есть Господин над всем существующим, и в свою очередь имеет над собой Господином Высшего Бога. Вот как понимал Евсевий. Это тезисы к сочинению Розанова Евсевии Памфил, епископ Кесарии Палестинской, Москва 1881 года. Еще посмотрите внимательно. Поскольку Евсевий был влиятельным при дворе человеком, он, будучи вовлеченным в интриге, весьма помог Арианам, неверящим в Троицу, в борьбе с православием. Это пишут те, которые Евсевия ругают, они говорят, что он отступник. Удаление с кафедр основных борцов за Никейский догмат Троицу, святителей Афанасия, Евстафия, а также Маркела Анкирского, стало возможным вследствие его участия, то есть участия Евсевия. То есть вы видите, он не придерживался вообще учения о Троице, и вдруг после Никейского собора появляется пять цитат троечного понимания в трудах Евсевия. Это ястреба в Евсевии Кесарийске, исторический очерк. При подписании Никейского символа веры для утверждения ложной доктрины о Троице были использованы совсем не библейские выражения. То есть иными словами Троицу защищали не библейскими текстами, а защищали с помощью слов, заимствованных за пределами Священного Писания. Понимаете, о чем я говорю? То есть не написали, вот так говорит Писание, вот Троица, потому что у нас есть вот это, вот это, вот это. Интересно, что почему-то в Никейском символе веры не присутствовал текст Матфея 28 глава. А теперь смотрите внимательно, что говорит нам еще история. Символы веры Никейского собора, где Троица была принята, не приняли сам Арий и его два испытанных друга, епископы Секунд Пталом и Фион Мармар. Кстати, Секунд потом назвал и все веки Сарийского за то, что он с ними вместе не подписался, ну как бы не выступил открыто, он его предателем назвал. Все они вместе с преданными пресвитерами были преданы Анафеме и отправлены в изгнание Велирию. Но этим дело не ограничилось. Посмотрите внимательно. К положительной части символа, это пишет православный, он считает, что это положительно, что Троица была принята, он говорит, а вот что было отрицательно? Была прибавлена часть негативная, это анафематизмы, анафемы стали предавать всех, кто не принимает этот символ веры. На всякую безбожную ересь и нарианство, как учившие отварности сына. Под этой частью не хотели подписываться и все Веникадемийские, Феогнис, Никейские и Марий Халкидонские, и они также были отправлены в изгнание. То есть даже те, которые как бы и не отвергали этого догмата, но считали, что гонения несправедливы в данном случае, когда человека лишает свободы вероисповедания, их тоже за это отправили туда. В изгнание. Есть свидетельства о том, что не желая лишиться своего положения, попав в немилость к императору Константину, которому Евсевий льстил, Евсевий, увы, повел себя очень некрасиво, за что его единомышленники, сосланные за неприятие Троицы, призвали его предателем. Он повел себя не как человек принципиальных взглядов, но как мирской политик. Вот этим и объясняются его цитаты скорее всего о Троице. Может быть, он просто решил поиграть в политику. Может, конечно, и не он написал. Но посмотрите внимательно, что говорит нам история. После избрания Евсевия епископом Кесарии прошло достаточно много лет, когда спокойная жизнь церкви была нарушена новой бури. На этот раз причиной ее стали не гонения со стороны властей. Евсевий в свое время переживал гонения, до того, как Константин узаконил христианство. А со стороны ожесточенной богословской полемики, угрожавшей единству церкви, арианская ересь. Достаточно сказать, что поведение Евсевия, я все цитирую вас, людей, цитаты, те, которые не признают Евсевия и ругают его как отступника. Я не беру труды его друзей, допустим. Это, чтобы вы видели, что они правдиво описывают, что он из себя представлял. Достаточно сказать, что поведение Евсевия в этой полемике нельзя назвать безукоризненным, но объяснялось это не лицемерием или склонностью к компромиссам. По его представлениям, представлениям Евсевия, первостепенное значение имело сохранение единства церкви. То есть, он хотел как бы сохранить мир любой ценой, поэтому пытался что делать? Лавировать. Туда-сюда. Поэтому, хотя он сначала как будто бы поддержал орианские взгляды, на Никейском соборе он занял противоположную позицию, но по окончании собора опять начал лавировать. И далее. Вопрос о орианстве продолжал оставаться актуальным, и епископы, собравшиеся сначала в Тире, а затем в Иерусалиме, живо им интересовались, как и император Евсевий, будучи епископом главного города в этой части империи, играл важную роль во всех церемониях и выступал с хвалебной речью в адрес Константина. Эта речь, текст которой сохранился, служит одним из оснований для обвинения его в лесте и угодничестве. Ставтя Евсевий Кисарийский официальное богословие. И вот посмотрите, одна из фраз, которая принадлежит Евсевию. Когда я смотрю на запад или на восток, когда я смотрю на всю землю и даже на небо, я всегда и повсюду вижу благословенное Константинова руководство одной империи. Вам это не напоминает, когда иудеи наняли оратора против Павла. Достопочтенный Фест. Хотелось бы сказать, мы всегда благодарны тебе за твое правление. Ну, похоже, да? Вот так вот Евсевий поступил. Кроме Евсевия или трудов Евсевия сохранился документ диалог Юстиниана мученика, труды около 130-140 года нашей эры, диалог его с Трифоном. Посмотрите внимательно. Бог еще не произвел суда, поскольку он знает, что и сегодня люди делаются учениками во имя его Христа. Они оставляют стезю заблуждения, получают также таланты в зависимости от достоинства каждого и просвещаются именем этого Христа. То есть вам понятно, как и в 130-140 году до нашей эры, как люди понимали все-таки во имя кого нужно делать учениками. Таким образом, есть все основания считать, будьте внимательны, что в ранних рукописях Евангелия от Матфея не было фразы о крещении во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ее вставили католики в 4 веке. Странно как-то, вдруг ранние рукописи Евангелия от Матфея, которыми пользовались отцы церкви, в том числе и все веки сарийские и Юстиниан мученик, вдруг неожиданно после Никейского собора исчезают. Все, ни одной не остается. Остаются лишь те рукописи, в которых появляется тринитарная формула крещения. А теперь будьте внимательны, я вам сказал, застрите на этом свое внимание. Известно, что в 4 веке римский папа Дамас Дамас Первый разрешил, повелел вносить священные тексты, изменения и добавления. И вот Иероним пишет папе, это тот Иероним, который вульгату потом стал писать по благословению папы Дионисия. Пишет папе, я имел смелость кое-что добавить к древним книгам и изменить в них или исправить по той причине, что ты по рангу всех превосходнейший епископ велишь мне это делать. Хочу вам сказать, что Дионисий это был первый священник, который назвал себя папой. То есть он первый, с кого началось всех епископов Рима стали называть папами. Более того, вы знаете, как он со своими оппонентами разделывался? Это я кратко немножко отступление. Когда были священники выступающие против него, он, Дионисий, нанял банду головорезов, чтобы расправиться с своими оппонентами, и когда те закрылись в одном из соборов, то он в собор вошел и все сокрушил и переломал, чтобы только достигнуть своего. Вот такой был Дионисий первый. Скромный папа, назвавший себя папой, и который сказал, вносите изменения в Писание. Дамас первый, первым из римских епископов стал называть себя папой. Пользуясь поддержкой императора, Дамас или Дамасий первый вел борьбу против иных течений, христианства, орианства. Дамасий первый поручил святому Иерониму начать перевод Библии, который впоследствии стал известен как вульгата. Заменил в литургии греческий язык, на котором был написан Новый Завет, латынью. Естественно, вульгату написал на латыни, а те все рукописи поисчезали, и плюс на греческом уже не велось служение. То есть, он всех куда подтолкнул? Только лишь к вульгате, тому, что было изменено и дополнено им в этом тексте. В конце концов 4 века католическая церковь узаконивает эту форму крещения, которой не было в текстах Нового Завета, о чем свидетельствует крещение апостола во имя Христа. Правильно сказал Христос? Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Все равно истину никогда не скрыть. Но и интересно, что анализ самого текста из Евангелия от Матфея показывает нам, и если мы его сравним с тем, что записал Лука в Евангелии, свидетельствует в пользу того, что текст подвергся изменению. Посмотрите внимательно на текст из Евангелия от Луки сначала. И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах. Тогда отверз ему ум к разумению Писаний и сказал им, так написано, так надлежало пострадать Христу, воскреснуть из мертвых в третий день и проповедано быть во имя Его покаяния и прощения и грехов во всех народах, начиная с Иерусалима, вы же свидетели сему. Посмотрите на анализ текста. Надлежит исполниться всему написанному о Христе в Писании, так надлежало пострадать Христу, воскреснуть из мертвых и быть проповеданным в чье имя? Во имя Христа покаяния и прощения грехов. Что делали и должны были люди перед крещением сделать? Покаяться. Покайтесь и докреститься каждый из вас во имя Иисуса Христа. Эту истину хорошо понимали апостолы и все последователи Христа в первом веке. Мужи израильские, выслушайте слова сии Назарея Иисуса, мужа, засвидетельствованного вами от Бога силами, чудесами, знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. И так твердо зная весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья. Петр сказал, покайтесь и докреститься каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов получите дар Святого Духа. Я цитирую вам из Евангелия от Луки воскреснуть из мертвых в третий день проповедано быть во имя его покаяния и прощения грехов во всех народах. Цитирую вам из Деяния апостолов Петр сказал, покайтесь и докреститься каждый во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Вы понимаете, что они цитировали и откуда они это взяли? Это слова Иисуса Христа приведенные в Евангелии от Луки. Некто Анане, муж благочестивый, по закону одобряемый всеми иудеями живущими в Дамаске пришел ко мне и подойдя сказал мне брат Саввел прозри и тот час я увидел его. Это Павел рассказывает свой опыт. И сказал мне и так что ты медлишь? Встань крестись а мои грехи твои созвучно с Евангелием от Луки заданием грехи призвав имя Господа Иисуса Христа. Это опыт обращения Саввла. Призвав Господа Иисуса Христа Деяния Апостолов 22 глава с 12 по 16. А теперь посмотрите внимательно на текст из Евангелия от Матфея. Он во всем дублирует текст буквально с Евангелия от Луки только за исключением тринитарной вставки. А так здесь тоже самое все находится. Посмотрите внимательно на анализ этого текста. Приблизившись Иисус сказал им дана мне всякая власть. В центре кто находится? Он. Идите научите все народы ставка троицы. Дальше уча соблюдай все что я повелел и я с вами до скончания век. То есть посмотрите внимательно на анализ текста что тут есть асинхрон и он просто заметен. Дана мне всякая власть. Неожиданно появляется то что никак не относятся вообще к нему. Ниже учите соблюдать все что я повелел вам или же делайте всех моими учениками как в оригинале звучит и я с вами во все дни до скончания века. Вы видите что в Евангелии от Матфея прослеживается та же христоцентричность которая видна в Евангелии от Луки но с отсутствующей в Евангелии от Луки тринитарной вставкой. Есть еще один текст который также косвенно говорит о том что крестили во имя Христа хотя я уже вам говорю есть много прямых текстов и крестили ученики всех во имя Христа но есть еще косвенный текст который также говорит нам об этом посмотрите внимательно на этот текст я разумею что у вас говорят я Павлов я Аполосов я Кифин а я Христов а теперь будьте внимательны разве разделился Христос разве Павел распялся за вас или во имя Павла вы крестились 1 Коринфянам 1 глава 12-13 вам не трудно увидеть и понять хоть мысли Павла он говорит разве разделился Христос вы понимаете в контексте он о ком говорит он говорит не на нас людях заостряйте внимание а на кого на Христа он что разделился что вы нас сейчас вот это делите и когда он говорит разве разделился Христос он поясняет и говорит разве я распялся за вас кто распялся Христос и тут же в контексте беседы о Христе, он говорит, «Разве во имя Павла вы крестились?» То есть, Христос разделился? Нет. И Он распялся за вас, и во имя кого? И во имя Его вы же и крестились. Еще один момент, который также косвенно говорит о том, что крещение должно быть во имя Христа. Вечеря Господня. Что такое Вечеря Господня? Это своего рода обновление Завета, это микрокрещение. Вот, с многоомовением, когда мы говорим с вами. Крещение – это полное омытие человека от всех грехов и заключение Завета с Богом, а на вечере идет частичное омытие только ноги. Это прощение тех грехов, что человек сделал после крещения. Это обновление Завета. Христос сказал так, «Омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь». Иоанна 13,10. Вы понимаете духовный смысл, да? Как мы уже с вами отмечали, кого положил Бог в Завет для всех народов? Христа. Апостолы крестили во имя Христа. И если даже бы и допустить, допустим, что не во имя Христа, а во имя Троицы, то почему потом обновление этого же Завета происходит только во имя кого? Во имя Христа. Омытие ног во имя Христа. Хлеб во имя Христа. Вино во имя Христа небороженное. Почему вдруг? Значит, получается, как бы условно говоря, всего человека омывали на одних условиях, заключали Завет, а частичное потом восстановление Завета идет уже во имя Христа. Вы видите, картина не выстраивается. Дисбаланс выходит какой-то. И взяв хлеб, и возблагодарив, преломил, и подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите мое воспоминание. Также и чашу после вечери, будьте внимательны, говоря, сия чаша есть новый Завет в моей крови. Так, на ком поставлен новый Завет? В ком этот Завет заключается? Противоречит ли это из Исаии, что я поставил в Завет тебя для всех народов? Противоречит ли это Евангелие от Луки, идите обо мне, расскажите и дайте покаяние, прощение грехов во всех народах? Противоречит ли это, что делали апостолы, как они крестили? Вы видите, кто выпадает? Что выпадает только из общей картины? Евангелие от Матфея, 19 глава, 28 глава, 19 стих. Он вообще, ну никак, никаким боком этот текст не подходит. Если только не рассматривайте так, как цитирует его кто? Евсевий Кисарийский, который говорит, идите во имя мое, делайте всех учениками, учите соблюдать, что я вам повелел, и я с вами во все дни, потому что обо мне говорил описание. Тогда все становится, куда? На свое место, и вы получаете полную картину. Итак, обратите внимание на слова Христа касательно завета людей с Богом. Завет в теле и в крови Христа. И совершать вечерю с многоомовением это микрокрещение нужно, воспоминая о Христе. Джеймс Уайт, один из пионеров адвентизма, верно написал, что учение о Троице это спиритизм. Это спиритизм. Поэтому те, которые крестят во имя Троицы, это не есть библейское. вероучение. Спиритическое движение, избавившееся или отрекшееся от единого владыки и Господа нашего Иисуса Христа, первым воспользовалось древним небиблейским вероучением о Троице, а именно, что Иисус Христос – вечный Бог. Хотя у них не было ни одного библейского утверждения в поддержку этого, в то время как у нас в изобилии библейские свидетельства о том, что Он – Сын вечного Бога. Джеймс Уайт, январь 24-й 1846-й год, утренняя звезда. Итак, что мы с вами выяснили? Что два ярких и бессовестных подлога, бессовестных подлога, ярких, были совершены сторонниками Троицы, для того, чтобы это не библейское учение стало якобы библейским. Стало якобы библейским. И сегодня сторонники Троицы более всего, чем бравируют и защищают свое учение, это вот этими двумя текстами. Матфея 28 глава, 19 стихи 1 Иоанна 5-7. Доходит иногда до смешного, открываешь книгу наших братьев, которая начинает объяснять священные истории Ветхого Завета. И первый текст, Евангелие от Матфея 28-19, говорят, священная Троица управляет всем и начинает излагать Ветхий Завет. Все начинает рассматривать через призму вот этого текста. Итак, эти два бессовестных подлога. Небиблейское учение попытались сделать библейским. Это изменение текста в 4 веке Евангелия от Матфея, говорящего о крещении во имя Христа, что и делали апостолы, следуя указанию Христа. Никто во имя Троицы не крестил. А также внесение в Библию 1 Иоанна 5-7, о чем мы уже ранее с вами говорили, это уже был 16 век. Итак, крещение – это рождение человека для новой жизни. Это погружение. В кого ты погрузился? Естественно, если тебя погрузили в Христа, ты облегся в Христа, а погрузили в Троицу? Вы понимаете, что происходит? И несешь потом на себе какое свидетельство? Свидетельство Троицы. Иными словами, Сатана очень хитро все сделал. Он сделал так, что люди стали рождаться с искаженным пониманием истины. С искаженным. Да, я как раз это и хотел сказать, что люди рождаются слепорожденными, непогруженными во Христа своего Спасителя, чей образ отныне должен быть отражением в их жизни. Они рождались, крестившись в языческое божество Троицу, где разыграны роли, и потому христиане сегодня играют роль христианина. Они живут жизнью Иисуса Христа. Ну, естественно, на что смотришь, то и преображаешься. Во что крестился, то и облегся. Но Священное Писание говорит, что апостолы так не поступали. Они крестили во имя Христа. Церковь Божья состояла из обращенных иудеев и язычников. Они крестились во имя Христа. И во Христа облекались, и назывались потому христиане. Посмотрите внимательно на этот текст. На ком стоит истинная церковь, ее основание? И придя, благовествовал мир и дальними близким, потому что и те, и другие через него, те и другие, это иудеи и язычники, и те и другие имеют доступ к Отцу в одном духе, в духе Христа. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святыми свои Богу, быв утверждены на основании апостолов. Так вот, если апостолы крестили во имя Христа, то вот это основание и есть основание апостолов. Быв утверждены на основании апостолов, пророков, которые говорили о Христе, как о Сыне Божьем, мы уже отмечали, и имея самого Иисуса Христа к краеугольным камням. Вот на ком строится церковь. Что он сказал Петру? За кого ты меня почитаешь? Ты Христос, Сын Бога Живого. И вот на этой вере я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. Итак, это основание Божьей Церкви. А не Божья Церковь может в основании иметь, что хочешь, и папскую троицу, и поддельные рукописи монахов. Пожалуйста, что вам ближе, то и ставьте в основание своей Церкви. Является ли служение крещения, или погружение, заключение заветом с Богом через Христа таким важным? Разве не может человек любить Бога и Христа без крещения, то есть без погружения в воду? Ответьте на этот вопрос. Разве я не могу любить Бога и Его Сына Христа без погружения в воду? Неужели, погрузившись в воду, я начинаю Его больше любить? Любовь – это не просто слова. Любовь – это поступки. Это отношение человека с Богом. И заметьте, что эти поступки должны быть поступками послушания. Я вам отвечу на этот ваш вопрос, если бы вы его задали мне, другим вопросом. А разве Христос до своего крещения Бога не любил? А зачем Он крестился? Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Вы понимаете? И именно в послушании всякой правде мы и показываем, что мы Бога что делаем? Любим. А не потому, что мы Его не слушаемся и заявляем о том, что мы любим. И сам Христос сказал, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари, кто будет веровать и креститься, или погружен будет, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Марка 16, глава 15-16. Заметьте, что вот этот текст, он также говорит нам о том, что все же вера будет определяющим в вопросе спасения, а не сам обряд крещения. Потому что, как вы понимаете, пример разбойника на кресте показывает нам, что бывает в жизни верующие обстоятельства непреодолимой силы. Разбойник не мог сойти с креста и принять крещение. Он погрузился верой во Христа, висящего на кресте. Ты агнец Божий. Понимаете, о чем идет речь? То есть, если от тебя не зависит обстоятельство, болезнь, смерть, или вот как висит на кресте человек, не может он принять крещение, тогда да, он погружается верой во Христа, без водного крещения он будет спасен. Но если имея возможность пойти по стопам Христа, который принимал крещение от Иоанна Крестителя, чтобы исполнить всякую правду и засвидетельствовать перед всеми свою веру погружения в Христа, он не делает этого, то тогда он является противниками истины Божьей. Он вопреки идет истины Божьей. Он не вступает в завет с Богом. Вот посмотрите внимательно на простой такой пример. Молодые люди, они могут всей душой любить друг друга до венчания. Но заметьте, что только после венчания, если эти люди богобоязненные, у них отношения становятся самыми близкими. Что меняет венчание? Разве они больше стали любить друг друга? Разве до этого они не любили друг друга? Но есть какая-то точка, которая позволяет нам перейти в какую-то иную фазу отношений. Вы понимаете, о чем идет речь? И вот крещение является вот этой точкой, после которой человек говорит, я теперь принадлежу Христу. Я об этом что сделал? Засвидетельствовал. Хотя я и до этого любил Бога, и после этого, после крещения, люблю Его. Но это свидетельство. Человек может и должен до крещения любить Бога. Должен. Но после крещения он вступает в особое отношение с Богом, в отношение заключенного завета. В отношение заключенного завета. Представьте себе такую ситуацию, чтобы вам было теперь все понятно. Если жених на свадьбе до венчания, за одну минуту до венчания умирает, представьте себе такую ситуацию, умирает, то ничего из принадлежащего жениху не принадлежит невесте, потому что она никто. Она еще никто. Она просто была невестой, просто знакомой, просто человеком, который должен с ним сойтись в супружеские отношения. Но если жених умрет за одну минуту после венчания, то тогда она становится вдовой и она становится наследницей всего того, что ему принадлежало. Так вот что произошло? Что изменило ее статус? Само событие, венчание, которое может быть длилось несколько минут. Но именно после этого новый рубеж, новые юридические, даже возьмите отношения. Вы понимаете? Поэтому это очень важно. Вы заметили разницу? Эта разница стала возможной благодаря обряду венчания, сделавшего жениха и невестой мужем и женой. То есть они вступили в завет, в договор. Так же и с обрядом крещения. Как во время бракосочетания невеста становится законной женой и наследует фамилию мужа, так и верующий человек становится законным сонаследником Христу и наследует его имя. Называется, как он теперь? Христианин. Он имеет право так называться. Он вступил в завет брачный с Господом. Погружение в воду является свидетельством тому, что верующий заявляет о своем погружении верой во Христа, что он теперь пойдет отныне путем, предначертанный ему Богом через Иисуса Христа. Что он этим показывает? Я верю в смерть Христа и в его воскресение. И я подобно ему умираю для старой жизни и воскресаю для новой жизни. Это моя вера. Это не просто формальный обряд. Это выражение моей веры. Это выражение моей веры. Я пошел за своим спасителем Христом и в его имя я крещусь. И веря в него, я воскресаю для новой жизни. Аналогичным образом бракосочетание молодых людей свидетельствует о любви молодых людей друг к другу и желании быть одной семьей. О чем нам говорит крещение? Что мы любим Бога. Мы хотим быть с Ним через Христа. И мы теперь говорим этим самым, что мы вступаем в завет, чтобы быть одной семьей, одним телом. Он глава, а я тело его. Одним организмом, одним духом. Это свидетельство человек своей веры. И при этом очень важно понимать, что бракосочетание, подобно как и крещение, естественно, должно быть добровольным действием. Каким должно быть действием? Добровольным. Добровольным. Нельзя тянуть человека в воду, пока он сам не скажет, как ем. Ну что он сказал? Вот вода. И мой Филипп даже не намекал и не говорил, давай пойдем крестимся, надо еще одну галочку поставить в церковные списки. Нет. Вот вода. Что препятствует мне креститься? Это было выражением его желания и его веры. Запомните раз и навсегда. Не тащите человека в воду. Не заставляйте его принимать крещение, потому что он к этому должен прийти сам. Вы благовествуйте ему об Иисусе. Расскажите, что он через Иисуса становится новым творением, что он вступает в особое отношение с Богом, что его имя в книгу жизни запишут. Но он должен к этому прийти сам. Мы только можем рассказать. А уже дальше созревать это семя будет, поливаясь Духом Божьим в сердце этого человека. Не по принуждению, а только по любви. По любви к Богу, отдавшего своего единородного сына для нашего спасения. И для того, чтобы мы во Христе стали святы и непорочны в любви, для этого Господь и говорит, я вот оставил вам вот этот обряд. Я даже не хочу использовать слово обряд. Оно мне как-то неприятно. У меня такое ощущение, что это что-то формальное. Служение. Назовите, как хотите. Служение веры. Как Авраам служение веры вознес Исаака на жертвенник, возложил, прошу прощения. Точно так мы делаем служение веры, когда идем в воду. Как Израиль пошел в воду, в Черное море, верой в Моисея, верой в тот столб, который их ведет, так и мы идем в воду, верой во Христа, что мы умираем для старой жизни и восстаем для новой жизни. И он нас облекает в одежды своей праведности. Мы обличены во Христа. Материал окрасился в ту краску, в которую его поместили, баптизу погрузили. Изделие стало носить на себе тот металл, в который его погрузили. И теперь все внешние воздействия сталкиваются с этим металлом, в который он погружен, и отражают нападки внешней агрессивной среды. Вера во Христа, растворение во Христе, обличение в праведность Христа. Мы должны быть святы и непорочны во Христе пред Богом Отцом. Бог очень хочет, чтобы мы это сделали и вошли в утерянную человечеством когда-то вечность, чтобы мы, наконец, вернулись домой к нашему Отцу, в наш дом. Это наш дом, потому что Христос приобрел нам этот дом своей кровью. Мы сонаследники Христу, чтобы мы пришли в наш дом, в Божий дом, и обрели, наконец, уже долгожданный и вечный покой. Богу слава за все. Аминь. Помолимся, Господь. Многомилостивый наш Отец Небесный, благодарим Тебя за Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Всегда славим Тебя, Божий, за этот дар, неизреченный дар в жизни Сына Твоего, славим и Сына Твоего, который согласился прийти и совершить это в нашей жизни. Это чудо преобразования. Смерть для старой жизни и рождение для новой жизни в нем. Мы славим Тебя, Господи, за всю милость Твою, за всю Твою любовь. Даруй нам отвечать взаимной любовью всегда, раствориться во Христе Иисусе, сокрыться во Христе через Христа в Тебе, в нашем Боге Отце. Мы просим и молим Тебя, чтобы мы еще раз вспомнили то время, когда мы заключали завет с Тобой через Иисуса Христа, во Христе у нас был завет, чтобы мы вспомнили и посмотрели, окрасились ли мы в тот свет, в который нас погрузили. Несем ли мы сегодня на себе отражение того, в кого нас погрузили, в кого мы крестились. Или же мы уже давно изржавели, и тот защитный слой, который Ты нам дал во Христе Иисусе, он недействителен. Помоги, Господи, нам пересмотреть свои отношения, особенно в связи с тем, что и вечера скоро у нас будет, Господне, чтобы мы обновили завет с Тобой, чтобы мы опять вновь омытые, которому нужно только ноги омыть, чтобы мы вновь вошли в правильные заветные отношения с Сыном Твоим, на крови которого утвержден новый завет, и в теле которого новый завет. Услышь молитву нашу Божию. Во имя Иисуса Христа мы просим об этом. Аминь. 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 Продолжение следует...